Иногда расследование некоторых преступлений может продолжаться годами и ни к чему не привести. Одна из причин в том, что преступник оказывается слишком хитёр для полиции. Тогда дело превращается в так называемый глухарь и поймать преступника, как правило, невозможно. Однако из каждого правила существуют исключения. Друзья, многие из вас знают, что я работаю инженером. В частности, создаю различного рода электронику. Так вот, смело могу сказать, что создание практически любой электроники не обходится без участия IT-специалиста. Откровенно говоря, лет так 5 назад у меня у самого были мысли сменить профессию и уйти в сферу IT. Но начав изучать материал самостоятельно, я быстро понял, что без наставника и хорошей практики это сделать практически невозможно. Однако у вас есть такая возможность. Ребята из онлайн-школы Skill Factory подготовили классный курс, в котором есть всё для того, чтобы стать полноценным специалистом и овладеть нужными навыками. Я говорю о курсе тестировщик с автоматизацией на Python. Эта профессия считается оптимальной точкой входа в IT, так как для старта достаточно быть обычным пользователем ПК. Задача тестировщика контролировать качество IT-продукта. Он моделирует все возможные ситуации, в которых работа сайта или приложения может дать сбой, проверяет, как справляется продукт с этими ситуациями и составляет список необходимых доработок. Обучение проходит онлайн, можно учиться из любой точки мира и в удобное время, подстраивая нагрузку под себя. После обучения карьерный центр школы поможет в составлении резюме и поиске первой работы. Средняя зарплата тестировщика составляет 120 тысяч рублей. У Skill Factory отличные отзывы на разных независимых площадках. А по моему промокоду наблюдатели вы получите скидку 45% на обучение. Переходите по ссылке в описании, получайте хорошую, перспективную работу, развивайтесь и будьте счастливы. История начинается в маленьком городке Палмвудс. Этот городок находится недалеко от Брисбена, третьего по величине города Австралии. Именно в нём, в Палмвудсе и проживала семья Моркомп. Это была семейная пара мужчины по имени Брюс и женщины по имени Денис. К 2003 году они были в браке порядка 20 лет и имели троих детей. Все трое были мальчиками, старший 16-летний Дин и двойнями, 14-летний Брэд и Дэниэль. Палмвудс, городок, в котором проживала семья Моркомп, окружён многими фермами, в основном на которых выращивают ананасы. Все трое детей семьи Моркомп, Дэниэль, Брэд и Дин, иногда ходили помогать соседям с уборкой урожая на окружающих фермах. За это они получали небольшую плату, которую могли тратить на детские прихоти. В воскресенье, 7 декабря 2003 года, парням не нужно было идти в школу, поэтому с самого утра они отправились на ферму собирать урожай. Утренний дождь немного задержал их. Вместо планируемых 6 часов утра, парни начали сбор урожая в 7 часов. Они провели на ферме порядка 3 часов и уже в начале 11-го были дома. Родители парней, Брюс и Денис, в этот день были по делам в ближайшем крупном городе, Брисбене, поэтому парни были дома одни. Один из них, а именно 14-летний Дэниэль, планировал купить на только что полученные от сбора урожая деньги новогодние подарки родным. В итоге, около часу дня, он покинул дом для того, чтобы сесть на автобус, идущий до торгового центра. Ближайшее место, где можно было сесть на автобус, находилось под автомобильным мостом в полутора километрах от дома семьи Моркомп. На самом деле, тут не значилась автобусная остановка, но всё равно, если водитель видел кого-то тут, то он останавливался. Родители парней вернулись домой примерно в 16 часов, и к этому времени Дэниэля ещё не было дома. Тогда Брюс поехал на автобусную остановку для того, чтобы встретить сына с ближайшего на тот момент автобуса, приезжающего в 16.30. Однако Дэниэля не было в этом автобусе. Тогда Брюс подумал, что скорее всего, мальчик приедет на следующем автобусе, но и в нём его не оказалось. А ведь это уже был последний автобус, идущий от торгового центра. Конечно, после этого Брюс сам поехал к торговому центру, но проведя там в поисках более часа, так и не нашёл сына. Далее, мужчина поехал в полицейский участок. Он рассказал всё, как было, что его сын вышел из дома, чтобы поехать в торговый центр, но так и не вернулся из него. Полиция восприняла эти слова с неким скептицизмом. Они говорили что-то типа «Он наверняка скоро вернётся». «Вероятно, он у кого-то из друзей. Возможно, вам стоит ещё просто немного подождать». Таким образом, в этот день полиция так и не начала поиски. И только на следующее утро, когда уже скепсис был неуместен, полицейские приняли заявление о пропаже мальчика. В ходе расследования удалось установить, что, как и было сказано ранее, мальчик покинул дом в 13.00. Таким образом, он планировал сесть на автобус, проезжающий мимо моста в 13.30. Однако далее произошла хоть и невольная, но роковая череда событий. Тот автобус, что должен был проехать мимо моста в 13.30, сломался по дороге, так и не доехав до Дэниэля. На замену сломанному автобусу выехал другой, но так как он уже сильно отставал от графика по времени, то водитель не остановился у моста, ведь это, как и говорилось, была неофициальная автобусная остановка. Водитель автобуса действительно видел мальчика на обочине. Вместе с ним был высокий мужчина. Дэниэля должен был подобрать следующий автобус, буквально через 15 минут после того, что проехал мимо. Однако этого не произошло, ведь через 15 минут остановка уже была пуста. С этого момента, без преувеличения, началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Австралии. Сотни полицейских и тысячи волонтеров обыскивали ближайшие поля, леса и водоемы. Это даже поражает. Мы, в наше время, настолько привыкли к такого рода преступлениям, возможно, стали циничнее, что даже как-то странно видеть, что исчезновение мальчика в городке с населением в 5000 человек привлекает такое внимание окружающих. В его поисках задействованы вертолеты, водолазы. О нем рассказывают по крупным телеканалам. Параллельно с этим, полиция начинает попытку установить личность того мужчины, который был замечен с Дэниэлем. Кем он был? Так же, как и Дэниэль ожидал автобус, или его интересовало нечто другое? Конечно, если этот неизвестный мужчина был причастен к пропаже мальчика, то более логичным было искать этого мужчину среди лиц, уже имеющих преступления против детей за плечами. Людей с таким прошлым, находившихся в этом районе в момент пропажи мальчика, было более десятка. Например, один из них, Дуглас Джеквей, отсидел 5 лет за педофилию и вышел всего за пару недель до исчезновения Дэниэля. Однако его связать с пропажей мальчика не удалось. Вторым был Брэд Коуэн. Он представлял больше интерес для полиции, так как фоторобот, который был у полиции, был сильно похож на Брэда, а автомобиль, который свидетели видели рядом с местом пропажи мальчика, был похож на автомобиль Брэда, белый Митсубиси Паджеро. Сам Брэд действительно признался, что проезжал мимо моста и видел Дэниэля в тот день. Однако у мужчины было алиби. Его подруга подтвердила, что он был с ней во время предполагаемой пропажи мальчика. Помимо этого, специалистами не было обнаружено ничего подозрительного в автомобиле Брэда. Да и сам он уже был на свободе порядка 6 лет и за это время не совершал никаких подобных преступлений. По крайней мере, об этом не было известно полиции. Так что и этот мужчина был отпущен. Да и в целом, не против кого из тех, кто был на карандаше у полиции, так и не удалось найти достаточно улик, которые бы говорили о причастности того или иного подозреваемого к преступлению. Таким образом, шли годы, и это преступление поистине стало одним из самых громких в истории Австралии. За годы поисков было опрошено более 10 тысяч человек, а награда за помощь в раскрытии этого преступления выросла с 250 тысяч до миллиона долларов. Однако даже несмотря на такой масштаб поисков, семья пропавшего все равно говорила о том, что власти делают недостаточно для раскрытия этого преступления. В 2011 году, через 8 лет после пропажи Дэниэля, его семья потребовала проведение такой процедуры как инквест. Для нас это довольно необычный термин. Это что-то типа суда, но только цель этого суда не признать кого-то виновным или невиновным, а установить причину внезапной или необъяснимой смерти. Говоря иначе, когда судмедэксперты по тем или иным причинам не могут назвать причину смерти, а в данном случае это так, ведь тело не было обнаружено, семья погибшего может потребовать процедуру инквест. На ней, уже с учетом опроса свидетелей и специалистов, выносится официальная версия наиболее вероятной причины смерти человека. На это заседание вызывались многие свидетели и бывшие подозреваемые по этому делу. В том числе и уже упомянутый выше Брэд Коуэн. Как и раньше, его опросили и отпустили 9 апреля 2011 года. В этот же день он вылетел из города Брисбен, где и проходило заседание, в город, в котором он жил на момент 2011 года – Перт. Брисбен и Перт находятся в крайних противоположных точках Австралии, поэтому перелет должен был занять не менее 6 часов. В ходе перелета Брэд Коуэн познакомился с человеком по имени Джо Эмери. Они сидели рядом в самолете и в ходе перелета разговаривались. Новый знакомый Брэда, Джо, крайне редко бывал в Перте, городе, куда они оба летели. Поэтому можно сказать, что он, в отличие от Брэда, плохо знал этот город. Однако по прилету в Перт, новому знакомому Брэда нужно было приобрести машину в этом малознакомом для себя городе. И Брэд предложил Джо свою помощь в этом деле. Так их общение продолжилось и на следующий день. В ходе этого Брэд показал Джо пару мест, где можно приобрести авто. Также Брэд посетовал на то, что он недавно потерял работу и сейчас крайне нуждается в деньгах. На это его новый знакомый, Джо, ответил. «Слушай, если ты не против испачкать руки за хорошие деньги, то я могу познакомить тебя кое с кем». По итогу оказалось, что Джо прилетел в Перт для того, чтобы решить пару общих деловых вопросов с одним из представителей местной мафии. Так Брэд с помощью случайного знакомства с Джо в самолете попал в местную криминальную банду. В банде Брэд выполнял разную работу. Собирал деньги с проституток на улицах, перевозил мелкие нелегальные товары, воровал, шантажировал людей и тому подобное. Это позволяло ему решать все свои проблемы с деньгами. Для Брэда мелкая работа в банде продолжалась порядка полугода. В итоге он заработал достаточно доверия, чтобы босс этой группировки мог поручить ему по-настоящему крупное дело – перевозку наркотиков на сумму около миллиона долларов. Однако перед этим Брэду нужно было убедить босса, что он готов к этой работе. В итоге, 9 августа 2011 года, босс пригласил Брэда на встречу в номер одного из отелей. Но для Брэда была одна проблема – у этой преступной группировки были свои люди, в том числе и в полиции. От них босс группировки узнал, что когда-то Брэд был на карандаше у полиции по делу о похищении Дэниэля Моркомба. В интересах босса было получить верного, надежного участника группировки. Но для этого нужно было быть уверенным, что полиция больше не будет донимать Брэда по делу о похищении Дэниэля Моркомба. «Как дела, приятель? Что случилось? Слушай, я слышал от Джеффа и Пола о тебе хорошие вещи. Хочу убедиться, что ты доволен тем, что ты делаешь, что никаких проблем нет. Потому что, знаешь, дела продвигаются. Никаких проблем, ты доволен? Никто не заставляет тебя заниматься этим». «Я сам хочу этим заниматься». «Окей, круто. По мере продвижения всего этого, этой большой работы, всплывет пара моментов, о которых мы должны поговорить. Все, чего я жду, это лояльность, уважение и честность». «Да». «Я отплачу тебе тем же, чем и ты мне». Я жил в том районе, когда Дэниэл Моркомб пропал. И меня допрашивали и долго преследовали из-за этого. Я гарантирую, что не имею никакого отношения к пропаже Дэниэла Моркомба. В конечном счете преследуют тебя. И будут преследовать Пола, Джеффа и меня. И я не могу позволить этому случиться. Мне сказали, что ты совершил убийство Дэниэла Моркомба. Да. Мне сказали, что это сделал ты. Слушай, меня это совсем не волнует. Я могу все это разрулить для тебя. Я могу купить тебе алиби. Я также могу избавиться от всего, что нужно. Я могу. Мы говорим один на один, чтобы разобраться с этим дерьмом. Как я сказал, я не могу разрулить то, чего не знаю. Так что случилось? Я помогу тебе это уладить. Я не знаю. Как я и сказал. Честность, доверие, уважение. Договорились? Понимаешь, к чему идет? Понимаешь, какие у тебя тут варианты? И ты знаешь, какая у меня есть информация. Я плачу большие деньги нужным людям, чтобы замести следы. И если мне придется отрочить дело на несколько месяцев, чтобы решить твою проблему, я буду только рад для твоей безопасности, потому что мне сказали, что ты довольно лоялен. У тебя хорошее отношение с ребятами, и они хорошо от тебя отзываются. Так с чем мне нужно разобраться? Ну ладно. Знаете, я это сделал. Я с ним совсем не разговаривал, когда пришел туда. Я просто сделал вид, что жду автобус. Ладно, разумно. Автобус проехал, и потом я сказал, я еду в торговый центр, хочешь подброшу. Да? И он согласился. Ты отвез его в дом? Да. Что случилось в доме? Как я и сказал, я не осуждаю. Ладно. Я не приставал к нему. Ничего такого. Он запаниковал, я запаниковал. Я схватил его за горло, и он умер, прежде чем я понял это. Итак, ты его задушил, и он умер? Да. В той комнате? Что ты потом с ним сделал? Я вынес его на улицу. А потом засунул его в багажник. Я вытащил его из машины и понес на дамбу. Когда ты его вынес, ты оставил что-нибудь? Как ты его нес? За ноги, за руки? Я принес его и выбросил у дамбы. Ладно, ты выбросил его у дамбы. Насколько далеко? Полтора метра. Я раздел его, и я накрыл тело деревьями. Ветками. Я забрал его одежду с собой и выкинул в залив. Что с ней случилось? Она утонула и уплыла. Утонула и уплыла? Ничего из этого так и не нашли. А ты счастливчик. Ага. У меня в тот день не было цели напасть на парнишку или что-то в этом роде. Это просто случилось. Да. Пару дней спустя. Полиция! Стой там, Брэд! Стой, где стоишь! Стой, где стоишь! Стой, где стоишь, полиция! Брэд, мы расследуем похищение и убийство Дэниела Моркомбы. Окей. С тобой уже говорили по этому поводу? Да. Должен сказать, что сегодня тебе не придется с нами говорить. Ты имеешь право хранить молчание. Ты не обязан отвечать на вопросы или делать заявление. Ты это понимаешь? Меня арестуют. Нет, если ты останешься с нами и будешь говорить с нами по этому вопросу. Или вы можете просто меня арестовать. Хорошо, ты арестован за убийство Дэниела Моркомбы. У вас наверняка возникает вопрос, что все это значит? Что ж, наверняка многие слышали о том, что иногда полицейские внедряются в криминальные банды, чтобы раскрыть те или иные преступления. В этом случае все было наоборот. Та банда, в которую попал Брэд, целиком состояла из полицейских и была создана специально для него, чтобы получить его признание. Говоря подробнее, начиная с того момента, когда Брэд Коуин сел в самолет в Брисбене и началась эта полицейская операция. Не случайно попутчиком Брэда был некий Джо, первый из группы полицейских под прикрытием, который вошел в доверие к Брэду. Затем для Брэда была создана некая иллюзия, что его взяли в преступную группировку. Все те люди, с которыми Брэд взаимодействовал в ней, также были полицейскими. Но Брэд верил, что это по-настоящему. В итоге, через 4 месяца, ему сообщили, что босс хочет привлечь его к крупной работе, за которую Брэд получит порядка 100 тысяч долларов. В ходе беседы с боссом, который, как вы понимаете, также был полицейским, Брэд признался, что именно он убил Дэниэля Моркомба. Для того, чтобы убедиться, что Брэд грамотно замел следы, и полиция больше не будет тревожить его, а соответственно и банду, Брэду было сказано показать то место, где он спрятал тело. Но там Брэда уже ожидала группа захвата. Поняв, что происходит, Брэд, конечно же, стал отрицать, что он причастен к смерти мальчика. Но и без этого, пусть и спустя только 3 месяца масштабных обысков территории, на которую привел полицейских Брэд, полицейские нашли двое детских кроссовок, а затем и 16 фрагментов костей, которые принадлежали похищенному Дэниэлю Моркомбу. Возможно, у кого-то возникает вопрос, что изменилось за эти 8 лет? Почему к 2011 году полиция была настолько уверена, что в похищении мальчика виновен Брэд Коуэн, что именно на него были направлены силы столь масштабной операции, длиной в 4 месяца? Что ж, в 2010 году полиция узнала, что то алиби, которое было у Брэда изначально, дискредитировано. Ведь тогда его подруга заявила, что Брэд был с ней, у нее дома. Но было установлено, что игровая карточка подруги Брэда была активна в одном из казино в этот момент, а значит девушки не было дома в тот момент. Ну и разумеется, Брэда вместе с ней. Согласитесь, настолько спланированная полицейская операция, мягко говоря, поражает. Однако это еще не все то, чем может удивить эта история. Возвращаясь назад, в прошлое Брэда Коуэна уже упоминалось, что ранее он был судим за преступления в отношении детей. Это произошло в 1989 году. Когда Брэду было 18 лет, то находясь в одном из парков, он затащил 7-летнего мальчика в туалетную кабинку и там изнасиловал его. Как вы думаете, какое наказание он получил за это преступление? Всего два года, отсидел из которых он только один. Затем, в сентябре 1993 года, Брэд Коуэн заманил 6-летнего мальчика на заброшенную автомобильную стоянку и изнасиловал его. Затем он избил ребенка, несколько раз ударил мальчика отверткой, проткнув тому легкое, и бросил ребенка умирать в лесу. С помощью какой-то невероятной тяги к жизни, спустя пару часов после этого, мальчик добрался до ближайшей заправки, где ему и была оказана помощь. Из-за того, насколько был ранен ребенок, полиция сначала предположила, что его сбила машина. И только потом, уже сам мальчик, рассказал, что его похитил некий мужчина. Брэд Коуэн изначально отрицал свою причастность и даже изо всех сил старался показать невиновность, заявив полиции, «Желаю вам поймать этого ублюдка». Однако офицеры быстро обнаружили, что Коуэн был единственным мужчиной в округе, который отказался сдать ДНК. Когда же у Брэда все-таки был взят образец, то он совпал со следами спермы на белье мальчика. Если вас удивил срок, который Брэд получил за свое прошлое преступление, то не спешите удивляться. На этот раз, за повторное, теперь уже не только изнасилование, но и попытку убийства ребенка, Брэд получил 7 лет, из которых отбыл в тюрьме только 3. Что еще должно было произойти, чтобы стало очевидно, что этого человека надо держать за решеткой всю жизнь? Думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос. Еще одно преступление, совершенное Брэдом Коуэном – убийство Дэниэля Моркомба. 14 марта 2014 года Брэд Коуэн, которому на тот момент было 45 лет, был приговорен судом к пожизненному тюремному заключению с правом на досрочное освобождение в 2034 году. Спустя полтора года нахождения в тюрьме, Брэд Коуэн получил ожоги 15% тела, когда другой заключенный вылил на него ведро кипятка, а затем, вдобавок, еще и несколько раз ударил Брэда Коуэна по голове. Человек, сделавший это, сказал, что напал на Брэда Коуэна, чтобы тот почувствовал боль, как чувствовал ее Дэниэль Моркомб. За этот поступок, напавший на Брэда заключенный, получил дополнительно 3 года тюрьмы. Однако сейчас он уже на свободе. В 2018 году Брэду Коуэну проткнули горло заостренной зубной щеткой, но тогда он выжил. Через полгода после этого группа заключенных снова планировала напасть на Коуэна, но охрана быстро взяла ситуацию под контроль, не допустив серьезных травм для Брэда. Бывший тюремный охранник, наблюдавший за Коуэном в тюрьме, сказал, он стал мишенью для других с того момента, как вошел. Его держали в отдельной камере, с отдельным душем и туалетом. Однако для него то, что он находился в отдельной камере, никогда не означало, что он в безопасности. Глядя в окно его камеры, я видел уже не человека, а жалкого вида паука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok